Да, поговорим именно про наши, естественно, активы, которые есть, и можно ли их вообще использовать летом. Потому что у многих такое опасение, что активы мы убираем, да, убираем, и, соответственно, мы ими не пользуемся. Сейчас как раз отвечу на вопросы. Буду показывать активы, которые есть. Некоторые у меня уже закончились, но есть паночки, пустые коробочки. У меня почему-то такая засвеченная, безумие, я не знаю почему. Ну, ладно, можно на меня не смотреть, главное слышать. Камера что-то у меня. Первое – это ретинол. Смотрите, первый актив у нас – это ретинол. Это самый мощный антивозрастной актив, который вообще в принципе есть в косметологии. Это производная витамина А. И часто мне тоже девушки говорят, а почему нельзя побольше, например, есть витамина А, да, раз это производная витамина А. Например, там морковь и так далее, ну, печень, говяжья богата витамином А, и, соответственно, у нас будет антивозрастной эффект. Да, чем больше мы едим витамина А, тем, соответственно, у нас больше антивозрастной эффект для наших клеток. Но организм у нас так устроен, вообще природой мы так устроены, что все, что мы едим, у нас идет на построение в первую очередь внутренних органов наших клеток. Ну, он все так распределяет. А все по остаточному принципу получает кожа, волосы и ногти. Но передозировка витамина А опасна для организма. То есть, если мы будем есть, не знаю, килограммами и тоннами морковку, у нас сядет печень в итоге, в конце концов. Вот, поэтому тоннами морковку мы есть не можем, так же, как и говяжью печень, да, и там все другие производные, где содержится витамин А. Соответственно, кожа, мы на кожу наносим что-то свое. И вот ретинол. Ретинол для кого он нужен? Для всех, кто борется со старением, кто хочет улучшить клеточный обмен кожи, у кого проблема – это морщины, ну и вообще такая недряблая кожа, которая уже становится более сухой, более тонкой, да, ну, как с возрастом. Девочки, кто уже столкнулся, они знают, да, появляются морщинки, кожа более тонкая, менее упругая, более дряблая такая становится. И она вот, вот именно не то, чтобы гравитация, да, действует, она именно становится другая по своему строению. Вот ее трогаешь, она чувствуется другая. Так вот, ретинол как раз-таки это спасение. Именно для всех, кто хочет, она, кто хочет побороться с морщинами. Конечно, в домашних условиях, да, у нас ретинол 1,1%, нет такого, что нанесли ретинол, и у нас морщины сразу такие глубокие, может быть, они расправились, и там это такая вот подтяжка, как маска. Нет, такого, конечно же, не будет. Здесь работает накопительный эффект. И могу сказать так, что накопительный эффект работает просто шикарно, если пользоваться постоянно. Что нужно учитывать при использовании ретинола летом? Во-первых, ретинол нельзя использовать под открытыми лучами солнца. Ну, то есть, если, например, вы знаете, что вы сейчас загораете, да, например, вы часто бываете под открытым солнцем. Ну, да, вы летом, вы выходите, днем в час пик бываете на солнце, или, ну, там, про пляж, вы вообще, смотрите, все активы, которые, вы знаете, что вы, например, поехали на отдых, вы загораете, неважно, где, на озере, на море и так далее, по активу убираете, оставляете только маску. Все остальные активы убираете. Но если вы, например, бываете на улице утром и вечером, то никакой, в принципе, проблемы для того, чтобы оставить ретинол в своем уходе нет. Единственный нюанс, мы ретинол наносим вечером, с утра мы наносим СП в защиту. 50, не 30, не 35, а 50. То есть, ретинол на лето оставлять можно, если вы не на пляже. Ничего не будет. И если у вас кожа не подвержена пигментации, потому что есть женщины, которые, ну, вот, подвержены пигментации, солнышко вылезло, все, пигментация полезла, да, есть такая склонность, конечно, в таком случае мы убираем ретинол, даже если вы не загораете, потому что кожа становится очень фоточувствительна к солнцу в этот период. Каковы вообще, да, особенности? То есть, мы наносим вечером. Ретинол очень сильный, у нас высокая концентрация, 1,1%, и может быть, если, например, никогда не было ретинола в уходе, может появиться раздражение. Поэтому ретинол мы вводим постепенно. Как вводим? Буквально, вот этот очень удобный дозатор, мне нравится, вот такая крышечка, да, я просто показываю туда и туда, в инстаграм тоже, у нас ретинол инкапсулирован, но нет такого, что когда девушки читают, что он инкапсулирован, и кажется, что сейчас мы нажимаем, у нас вылезет капсула. Нет, капсула не вылезет, она невидимая, защитная оболочка. Когда мы надавливаем, ну, мне сейчас просто уже нечего надавливать абсолютно. Сейчас, ничего нет, я все вымазала на себя, любимую. И когда соприкасается ретинол с кожей, капсула разрушается, и мы наносим буквально 3-4 капельки на лицо, шею и зону декольте. Сначала мы наносим, значит, нанесли, посмотрели реакцию. Если ничего нет, мы ждем, смотрите, ретинол действует 72 часа. 72 часа. Представляете, то есть, допустим, вы сегодня нанесли, завтра вы не наносите, и вы уже не носите фотозащиту. Нет, ретинол действует 72 часа. Поэтому нужно помнить о том, что даже если вы на следующий день и через день не наносите ретинол, фотозащиту вы наносите обязательно. Потому что ретинол действует на коже 72 часа. Следующее нанесение у нас идет через 4 дня. Через 4 дня опять нанесли. Потом через 3, через 2, таким образом мы сокращаем. И переходим на ежевечернее применение. Это важно. Мне писали комментарии на YouTube и в Instagram, что можно использовать ретинол с утра. Смотрите, по рекомендации, да, мы действуем как? По рекомендации разработчиков именно конкретного ретинола на Ведж Просьютиклс. Ретинол наносится только вечером. Никаких с утра. Можно наносить именно средства с ретинолом. Есть у других компаний, производителей, крем с ретинолом, сыворотка с ретинолом. То есть там с ретинолом, да, то есть там какой-то маленький процент ретинола. Их, да, возможно, можно наносить и утром, и хоть как, хоть загорать с ним. Но здесь чистый ретинол высокой концентрации, поэтому мы его не наносим с утра ни в коем случае. Мы его наносим на ночь обязательно. И чистая сухая кожа. Главное условие еще ретинола, прямо очень важно, кожа должна быть сухая. То есть мы очистили лицо, да, мы умылись, мы нанесли тоник, да, ну если там очищение у нас без тоника, она, значит, отдельно тоник, и мы дали коже высохнуть. То есть она должна быть прям идеально сухой. Это важно. То есть не должен ретинол соприкасаться ни с какой другой влажной основой, влажной поверхностью. Если вы пользуетесь эссенцией, я когда вводила ретинол, я первые две недели эссенцию вообще убрала, потому что я боялась реакции. То есть ретинол, он очень сильный актив, может вызвать сильные раздражения, сильные покраснения на коже и даже шелушения. Поэтому я убирала эссенцию. Но если вы, например, пользуетесь эссенцией, и вы не можете без нее, да, может быть, потому что эссенция убирает раздражение на кожу, убирает покраснение, и нужно просто дать ей возможность высохнуть, ну, походить чуть подольше. Да, нанесли ее, и дали время, сколько там, 10-15 минут она высыхает. Соответственно, мы дали ей высохнуть, потом мы наносим ретинол, ретинол подсыхает, но он моментально впитывается, и затем мы уже наносим все остальные свои активы. Уход, да, сыворотка у нас идет, крем для кожи вокруг глаз, и ночной крем. Это очень важно, да, что это именно сухая кожа. Не забываем об этом. И убираем абсолютно все другие активы. Мы убираем кислоты. На время ретинола мы ни в коем случае не пользуемся кислотами, никакими кислотами, абсолютно. Они не дружат. Ретинол разрушает кислоты. То есть мы убираем. Вопрос возникает, как тогда проводить эксфалиацию, да. Я, например, пока пользуюсь ретинолом, это было 2 месяца, у меня был такой вопрос, а как же мне отшелушивать, потому что я не пользуюсь скрабами вообще, моя кожа не воспринимает скрабы. И да, без пилингов получается так, что без пилингов совсем. Потому что, как я уже сказала, ретинол действует 72 часа, и даже с утра пилинг наносить не вариант. Поэтому я пользовалась просто механическим отшелушиванием. Что значит механическое отшелушивание? Это, во-первых, спонж коньяку. Прекрасное механическое отшелушивание, на мой взгляд. Отлично убирает роговевшие клеточки. Прекрасно работает. И плюс можно использовать аппарат Skin Pro, щеточка, которая у нас идет, насадка-щеточка. Отличное отшелушивание. То есть, да, без кислотного разрушения, да, вот этих связей между клетками, без вот такой эксплуатации, но ретинол ни в коем случае не дружит. Поэтому кому и, да, еще раз подойдет ретинол, тем, кто борется с антивозрастным состоянием кожи. Убирает вот эти вот возрастные признаки, мелкие морщинки, кожа становится более плотная, более упругая. Но здесь, конечно, не разовое применение. Мы пользуемся им, например, на... Вот такая вот баночка, она рассчитана на 2 месяца использования. 2 месяца и открытый пузырек срок годности 2 месяца. Не забывайте об этом. То есть, открыли баночку, за 2 месяца нужно использовать. То есть, нельзя так, что открыли, потом, да, попользовались, решили потом еще там через полгода. Нет. То есть, это курс. Вот эта баночка на курс. Открыли, начали пользоваться сразу. Так, затем, что у нас еще есть? У нас еще есть пилинг. Схожая, кстати, упаковка, да, пилинг. У нас сыворотка пилинг с 6% содержанием кислот. Обратите внимание, да, что у нас здесь непрозрачная, потому что ретинол, он разрушается на свету. Кислота у нас в прозрачной упаковочке. Тот же самый, такой же дозатор. Кислоты у меня не закончились, потому что у меня было долгое использование то пилинга, то витамина С. Я не пользовалась пилингами вообще. Вот. И таким вот образом сейчас начала его использовать активно. У нас здесь 2 кислоты, молочная и гликолевая кислота. 3% молочная, 3% гликолевая. А молочная кислота, очень мягкая кислота, она родственная нашей кожи. То есть наша кожа вырабатывает эту кислоту, и она воспринимает ее как свою собственную. Для того, чтобы молочная кислота вообще работала на отшелушивание, ее нужно много, ее нужно там более 20%. Ну, это много, чаще всего ее используют в небольшом количестве, добавляют более агрессивную гликолевую кислоту. Вот гликолевая кислота, она очень агрессивная, и как раз-таки молочная кислота, она ее смягчает. Она убирает вот эту вот возможность покраснения, шелушений, каких-то раздражений. Она отшелушивает связи между клетками. Вот этот вот слой, который мы с вами видим перед собой, да, когда вот мы смотрим в зеркало, это роговой слой. Тут мертвые клетки. И этот слой, он не подпитывается ничем, он не увлажняется, он ничего не получает. И как раз-таки здесь у нас вот такой вот барьер, да, клеточки отшелушиваются, они, как сказать, появляются на поверхности, и они вот таким вот образом как сцепляются. И если мы их не отшелушиваем, если мы их не убираем, то их становится много. И такой вот как вот щит на лице появляется. Нам он не виден, но мы потом в итоге видим, что мы видим, во-первых, скатывающийся крем, да, мы говорим о том, что крем у нас не работает, ну, потому что он просто не может впитаться, ему некуда впитаться, он не может пробить вот эту вот защиту мертвых клеток, как панцирь какой-то, да. У нас скатывается тональная основа, у нас могут быть просто тусклый серый цвет лица. Вот смотришь на себя, ты понимаешь, что какая-то серая, да, что-то не то. Но это вот просто такой вот уже хороший, толстый, роговевший слой. И вот кислоты, они разрушают связи между вот этими вот мертвыми клетками, и они отшелушиваются постепенно, да, мы не видим, что у нас с нас сыпется что-то. Но есть такая даже теория, я где-то читала, что кто-то, да, замечает, что у уже престарелых людей много пыли в квартире, много чего-то такого. Так это вот эти вот чешулки, мертвые, там мертвевшие клеточки с нас сыпятся, да, и они смешиваются с пылью, и чем, ну, нам просто взгляда не видно. Но когда их много, они видны на поверхности. Ну, это как одна из таких вариантов, да, что тоже в нашей клетке, со всего тела, кстати, не только с лица, мы же у нас на всем теле, да, почему мы говорим, что скрабы для тела тоже использовать очень хорошо для того, чтобы отшелушивать. Ну, тут немножечко по-другому работает у нас на теле, чем на лице, но все-таки тоже работает. Так вот, что кислоты? И вообще доказано, что кислоты улучшают проникновение всех последующих нанесенных уходовых средств, потому что убирается вот этот вот мертвый слой клеток, и все средства, которые мы наносим после этого, они глубже и лучше проникают, они лучше работают. Ну, соответственно, результат, да, виден лучше. Как наносится, тоже используется вечером, только вечером, и это, знаете, такое уже появилось, наверное, да, слышали, наверное, у нашего пилинга, пилинг для ленивых, потому что он не требует смывания, он как сыворотка, он жидкий, такой вообще жидкий-жидкий. Вот он, капельки такие вот. Он наносится, также наносится вечером на чистую сухую кожу, впитывается он вообще моментально, чистую сухую кожу. Утро просто фотозащита. Когда нельзя использовать? Опять-таки, если вы загораете. Кислоты, с кислотами нельзя использовать витамин С, с кислотами нельзя использовать ретинол, с кислотами нельзя использовать пептиды, потому что кислоты разрушают пептиды. То есть, если вы используете пилинг, а в это время не используете пептиды. Но пептид у нас наносится два раза в день, утром и вечером. Все, я нанесла, уже впитался этот пилинг, никакой жирности, вообще ничего нет, все прекрасно распределяется. Нужно дать опять-таки немножечко высохнуть кожу, и затем наносим все свои уходовые средства. Один-два раза в неделю мы наносим. Как определить, сколько раз в неделю, если кожа сухая и чувствительная, один раз в неделю или в 10 дней. Если кожа жирная, то можно использовать и два раза в неделю. Но сейчас летом, в основном, у всех, даже кого сухая кожа, кожа становится жирной. Ну да, мы потеем, кожа выделяет больше сального секрета, и сейчас можно использовать и даже для тех, кто сухая кожа, но мы чувствуем, что она уже не сухая, не совсем сухая, можно использовать два раза в неделю. Но вечером, обязательно вечером, если вы не загораете, если вы не бываете на открытом солнце, например, если вы не выходите с детьми гулять под открытым солнцем в обеденное время, в 2 часа, когда самый пик. Потому что, ну, разрушается, появляется, вернее, больше чувствительность кожи, и, соответственно, кожа может появиться пигментация. Кому выбрать вообще, да, для кого, для кого подходит. Для всех, кто хочет просто сделать более ровный тон кожи, очистить поры. А мы знаем, что чистые поры – это узкие поры. Поры сузить нельзя, у них нет мышц абсолютно. То есть, да, там сужают поры. Такого понятия нет. Если поры расширены, то они расширены. С возрастом они расширяются только из-за того, что, ну, кожа становится менее упругая, более растянутая, и поры становятся более видны. Но чтобы они были менее видны, мы их должны очистить. Очищаем мы их пилингами. Соответственно, также пилинг отлично борется с пигментацией. Если есть такая проблема, как пигментные пятна, пилинг, он убирает вот это вот, да, он, как сказать, работает на уменьшение вот этого выработка ноуноцитов и, соответственно, осветляет немножечко пигментные пятна. И, конечно, прям совсем убрать пигментные пятна, если они такие темные, не получится. Но постепенно он тоже работает и с уменьшением пигментации. Кожа становится более сияющей, как я уже сказала, когда у нас большое количество вот этого толстого роговевшего слоя, кожа более серая, более тусклая. И после пилинга, кто вообще, например, девушки, когда не пользовались пилингами совсем никогда, кислотами, начинают использовать пилинг, они видят, что кожа становится более сияющей. Почему? Ну, потому что убираются вот эти мертвые клетки. И сразу видно, что кожа более светлая, более ровная, более сияющая стала. Так, ну, вроде бы все, про пилинг сказал, да, обязательно утром мы наносим СПФ, даже если пасмурная погода, даже если идут дожди, мы наносим с утра крем с СПФ. Особенно сейчас, все равно летом солнце даже через облака, оно все равно активное. Так, следующий компонент, следующий актив у нас это, прошу прощения, это сыворотка концентрат с витамином С. Ну, это вообще потрясающий актив, который можно использовать нон-стоп. Кстати, да, вот эта вот сыворотка, она тоже используется на постоянной основе, просто для того, чтобы сделать ток, да, убрать вот эти вот мертвые клетки. А витамин С, витамин С, это для чего? Для того, чтобы сделать кожу более сияющей, сделать кожу более светлой, поработать с пигментацией, поработать с даже как антивозрастной актив. Почему? Потому что одна из теорий старения, это свободно-радикальное старение. Мы вдыхаем кислород, и побочным эффектом является появление свободных радикалов в организме. Но когда мы молоды, организм сам справляется с этими свободными радикалами, он их выводит, он с ними борется. Но даже когда мы молоды, но нарушено питание, стрессы, экология, нарушенный сон, да, нарушенный сон практически у всех людей, даже у молодых, да, то учатся, то гуляют, то мамы молодые и так далее, да, они спят по ночам. Соответственно, вот этих вот свободных радикалов в организме становится очень много, и возникает старение кожи. Внутрь для организма мы едим фрукты, овощи, но и коже тоже нужно помогать. И витамин С, это такой самый, наверное, известный, да, и один из мощных активов, который борется именно со свободными радикалами. Он защищает кожу от фотостарения, он борется с пигментацией, он осветляет кожу, он подавляет выработку избыточного количества меланина клетками, меланоцитами. Соответственно, просто он осветляет уже имеющуюся пигментацию, и он в то же время замедляет выработку меланина. То есть клетки, если, например, активно работают, да, например, склонны женщины к пигментации, к выработке, к выявлению пигментации, то витамин С, он замедляет выработку вот этого меланина. Он также, ну, да, выраженность ее проявления и просто осветляет общий тон кожи. Кожа просто становится светлее, кожа становится, знаете, как, если постоянно использовать, кожа становится как с хайлайтером, такая немножечко подсвеченная изнутри. Его можно использовать вообще не курсами, а постоянно нон-стоп. То есть использовали курс месяц, можно снова его использовать, брать в обиход и работать с ним вне зависимости от сезона. Единственное, что противопоказано, это личная непереносимость. Ну, это как и везде, в принципе, да, любой актив у нас может быть личная, ну, индивидуальная непереносимость, как витамина А, например, да, ретинол. Может не подойти, если у человека аллергия на витамин А, соответственно, будет аллергия и на ретинол. И если аллергия на витамин С, то, скорее всего, будет аллергия и на сыворотку концентрации с витамином С. Он достаточно высокой концентрации, 10%, и чистый витамин С в форме аскорбикассет. Это хороший, достаточно актив высокой концентрации. И он также укрепляет стенки сосудов. Иногда можно встретить у некоторых производителей витамин С с концентрацией 20%. Это уже, знаете, идет обратное действие, когда разрушаются стенки сосудов. Он очень такой интересный актив. Когда его мало, он практически не работает. То есть, меньше 5% он может не работать. Когда его 20%, больше 15%, он уже работает на ухудшение. То есть, он разрушает стенки сосудов. У нас самая рабочая форма – это 10-15%. У нас 10%, но он быстро разрушается. И у нас он, да, вы знаете, что у нас он с порошком вместе. То есть, витамин С в виде порошка и транспортный гель, увлажняющий гель, который минимизирует аллергические реакции, просто успокаивает кожу. Он успокаивает кожу. Мы его смешиваем и наносим. Можно ли использовать летом? Можно использовать летом, опять-таки, если вы не находитесь на пляже. То есть, смотрите, если мы загорать идем, вот вы знаете, вы уехали в отпуск, вы загораете. Активы мы убираем абсолютно все, но оставляем только маску. Вот маска, я про нее расскажу, ее можно всегда. Все остальные активы мы просто убираем на период использования инсоляции. Поэтому работаем с ними, когда мы не загораем. Но летом можно использовать, а наоборот усилит, уменьшит вот эту выработку пигментации, потому что летом часто возникает пигментация, а с возрастом она еще чаще возникает, ну потому что уже есть возрастная пигментация. Как раз-таки с ней поработать очень даже можно. Наносим вечером, один раз в день. Вот этого пузыречка одного хватает на одну неделю. Но могу сказать, что ее хватает на большее время. Поэтому можно смело наносить не 3-4 капли, а даже 5-6-7 капель за раз. Ну нажатьте, да, имею в виду, вот таким вот образом наносите. Потому что на последний день я, например, обливалась. Вот я начинала в понедельник, и до воскресенья, так чтобы удобнее было считать, менее сбиваться, начала в понедельник, и так вот каждую неделю. В воскресенье я просто обливалась этим. Витамином С я использовала вся, я уже и на руки его потом выливала. Ну потому что уже на 8-й день он будет неэффективен, вообще неэффективен. Ну и плюс может возникнуть какая-то негативная реакция. Зачем оно надо? Поэтому сразу с первого дня вы можете использовать его побольше. На шею, на декольте, на кисти рук, если у меня есть какие-то пигментные пятнышки. Вот, поэтому обливаться можно. Я в 7-й день, я говорю, я себя обливала с ног до головы. Не дружит с кислотами и с ретинолом. То есть, когда мы используем витамин С, мы не используем ни ретинол, ни кислоты. Каждый актив используется отдельно. Вот что очень важно, да, курс ретинола, курс витамина С, потому что разрушают, да, что значит не дружит? Разрушают. Просто кислоты разрушают, разрушают вообще все, все, что можно. Они разрушают, поэтому и может возникнуть какая-то негативная реакция. Также можно услышать такое, что мне тоже писали очень много, что можно использовать. Можно использовать ретинол, можно использовать кислоты, да, я без кислоты не могу. На самом деле ни в коем случае не надо использовать, да, как мы делаем, что, как рекомендует производитель. Потому что, опять-таки, у всех производителей разная концентрация. Здесь 10%. Я уже повторила, что очень высокая концентрация и работающая концентрация, работающий актив, который улучшит состояние кожи и улучшит ее цвет лица. Да, лично на себе могу сказать, что прям осветлилась кожа. Я даже никогда не замечала, что, оказывается, кожа у меня какая-то была серо-коричневая, казалось бы. Все время смотрю на себя, вроде ничего в зеркало. А на телефоне камера такая четкая, что я уже как испугалась, когда себя сфотографировала перед использованием витамина С. И оказалось, что она не такая уже светлая. Но после она прям активно очень хорошо осветлилась. Так, Серафим, я тебя не выпущу, подожди. Так, то есть, опять-таки, да, мы используем летом, если мы не загораем, утром мы наносим СПФ в любом случае, чтобы мы не использовали, ну, вернее, если мы даже не загораем, наносим СПФ, то есть мы защищаем кожу, носим вечером на сухую очищенную кожу и не используем ретинол и кислоты. Кому подойдет? Для всех, кто борется с пигментацией, для всех, кто хочет лучше цвет лица, для всех, кто просто борется со старением, да, потому что витамин С – это мощный антиоксидант, который борется со старениями клеток, да, как внутри, так и снаружи. Соответственно, кожу тоже нужно поддерживать антиоксидантами. То есть подойдет всем, кто вообще заботится о своем внешнем виде, я бы сказала. И можно использовать нон-стоп, вообще нон-стоп. Ну, я, например, сделала перерыв, да, я закончила ретинол, потом витамин С, сейчас у меня перерыв, потому что я хочу попользоваться кислотами, но невозможно пользоваться кислотами и витамином С, поэтому так. Еще один актив у нас – это пептиды. Пептиды вообще шикарный актив. Я их все не использовала, да, вот так вот они выглядят, ампулки, кто-то, может быть, уже брал. Такие ампулы. Они потрясающе действуют, между прочим, моментально. Это такое пептиды. Пептиды – это белковые молекулы, которые у нас есть в… Из них состоит коллаген и эластин. И когда мы молоды, у нас много коллаген и эластин, но затем они со временем, там, возраст, солнце, неправильное питание, да, у нас коллаген и эластиновые волокна, они разрушаются. Разрушаются они как раз-таки до пептидов. Так вот, когда мы используем пептиды, наши коллаген и эластин, они – это вообще сигнальные молекулы. То есть, когда мы наносим пептиды, кожа воспринимает это как сигнал. Сигнал, что нужно работать. Знаете, как фитнес-тренер, можно сказать. Который, да, вот мы нанесли пептиды, и кожа так, ага, надо работать. То есть, получил сигнал, и коллаген и эластин начинают вырабатываться кожа. За счет этого кожа становится более подтянутой, более упругой. У меня, скажу так, что у меня не было такого, что у меня прям висела кожа, да, какие-то обвислости. Но с возрастом первое, что появляется, это вот здесь, да, вот эти вот места. И она начинает вот тут вот обвисать под подбородком, да, на шее вот этот вот стык. То есть, вроде бы ничего не висит такого вот прямо, чтобы вот была, да, гравитация. Но вот здесь вот висит. И я использовала прям разово. Первый раз я просто попробовала, и я удивилась, когда кожа вот так вот подтянулась моментально. Потом я использовала за день и в день, когда ходила на выпускной к дочери. Вот она просто, знаете, вот так вот раз, и кожа натянулась вот здесь вот. Вот я прям увидела, что у меня стал подтянутый овал лица и подтянутая вот эта вот зона моментально. А это происходит за счет комплекса Тензор Мэш Эктив. Он содержит тензоры. Они создают на лице такую некую пленку, и кожа становится моментально подтянутой. Ну, мы хотим сразу же получить эффект. Конечно, мы же не можем, да, там, ждать, пока у нас пептиды подеются. Когда коллаген и эластин выработаются, нам нужно сразу. Вот этот вот комплекс, он обеспечит моментальный эффект. Но когда мы используем пептиды постоянно, у нас, соответственно, будет эффект виден, постепенно накопленный, накопительный эффект, он будет потом работать. Потому что сразу прям эффект от пептидов, он не будет. Он должен накопиться. Но для того, чтобы увидеть сразу эффект, например, вам нужно пойти на мероприятие. Вы делаете, и вы видите моментальный эффект. Можно за день, за два начать делать, и кожа подтянется сразу же. Опять-таки, как мы наносим? Мы наносим на чистую, очищенную кожу. Здесь, единственное, два раза в день. Утром и вечером. И опять-таки, пептиды не дружат с кислотами, пептиды не дружат с ретинолом. Соответственно, что? Когда мы используем пептиды, мы не используем ничего больше. Соответственно, у нас просто идут одни пептиды. Пептиды ничем не разрушаются. Свободно можно с утра, никаких потом защит СПФ. Но летом мы и так защищаемся. СПФ обязательно нужно наносить. Поэтому пептиды мы наносим с утра. И просто, допустим, свою защиту, которую у вас есть, можно использовать смело. Она не повышает фоточувствительность кожи. Поэтому не стоит бояться прям такого открытого солнца, как дела обстоят с ретинолом и с кислотами, да, когда мы наносим только вечером, чтобы кожа успокоилась за это время. Ну, сейчас я тебя выпущу. Подожди, тут кошка хочет выйти из комнаты. У меня дверь закрыта. Подожди еще пять минут, и мы с тобой выйдем. Вот. То есть не повышает фоточувствительность, поэтому все нормально. Мы закрываем с утра обычным своим кремом, обычным своим СПФ. И пятый актив у нас, у меня он уже нет в наличии, потому что я использую эту маску с неоцинамидом. Ее можно использовать всегда, всем, всюду. Почему? Потому что неоцинамид это вообще потрясающий компонент, который, он самый любимый актив, его сейчас очень много практически везде, особенно в корейской косметике. Его очень любят использовать, потому что он борется с свободными вертикалами, улучшает состояние кожи, он успокаивает кожу, он защищает от фотостарения, укрепляет стенки сосудов. А центелла азиатская, которая также там содержится, она борется с рубцами, да, если есть какие-то, ну не прям такие какие-то рубцы серьезные, да, а какие-то мелкие, может быть, остались, шрамики от каких-то там высыпаний, да, от акне. То постепенно центелла, она приводит как раз-таки к заживлению вот этих вот небольших рубцов, потому что она способствует, она стимулирует фибробласт и способствует выработке коллагена и эластина, успокаивает кожу, увлажняет кожу, стимулирует обновление. То есть эта маска может использоваться, когда нужно моментально преобразить кожу, вот моментально. Я ее как раз-таки использовала перед тем, как идти на выпускной, буквально там за два часа я ее нанесла, она не тканевая, маска из биоцеллюлозы, это не рукотворное у нас, да, материал, это как нано-кожа, которая из кокосовой воды и определенных бактерий вырабатывается, то есть ткется, да, скажем так. Она наносится, получается, как такой фантомас, она трехслойная, сетка, верхняя сла, между ними маска наносится. Там еще потом очень много сыворотки, которую можно нанести на шею, на зону декольте и просто преобразить кожу. Я в это время как раз на выпускной пошла, после серьезной болезни я выглядела ужасно. То есть я два дня использовала пептиды и в день как раз-таки, два-два часа, как делать макияж, я использовала эту маску. Я себя не узнала вообще, кожа другая, она просто светится, она ровная, она гладкая, она красивая. Я была, если честно, в шоке от этого, от этой маски, потому что, я говорю, ну, я сильно болела и маску нанесла, и я подошла к зеркалу без макияжа. Я была, это был другой человек на самом деле. Поэтому после, например, пляжа, может быть, вы обгорели, может быть, вы очень сильно устали, может быть, да, там что-то, что-то с кожей, вам нужно выглядеть шикарно, успокоить ее, насытить, напитать маска. Она не боится солнца, она не боится, ну, ничего не боится, да, соответственно, мы ее используем, даже если вы отдыхаете, даже если вы загораете, даже если вы находитесь на отдыхе, неважно, если вы выходите на солнце. То есть маска, она не разрушает, не увеличивает фоточувствительность кожи, не усиливает фоточувствительность кожи, и, соответственно, ее можно использовать летом, летом спокойно, да, в отличие от ретинола и кислот. Поэтому, смотрите, да, подведем итог, что мы делаем, ретинол, кислоты, витамин С усиливают фоточувствительность кожи, поэтому мы их наносим только вечером и не находимся под открытым солнцем, мы не загораем, мы защищаем кожу с утра обязательно, крем с SPF 50. Пептиды и маска с неоцинамидом, они не усиливают, не увеличивают фоточувствительность кожи, они не способствуют пигментации, они не оголяют просто кожу, да, за счет чего происходит вот эта вот фоточувствительность, потому что оголяется кожа, да, убирает вот этот вот защитный слой, и, ну, все равно идет реакция такая, хоть у нас и не у косметологов не такие сильные активы, но все равно. Поэтому обязательно, да, мы не загораем, мы не находимся прям под открытыми лучами солнца, не сидим на лавочке, не загораем, мы просто можем передвигаться, да, то есть если вы знаете, что вы наносите крем с SPF, вы не сидите под открытыми лучами солнца, вы спокойно используете активы летом по своему требованию, то есть по тому, что вам нужно, да, что вы хотите получить. Мы ставим цель, что мы хотим получить, что мы хотим убрать, что мы хотим видеть на своем лице, и, соответственно, мы таким образом выбираем актив. Пептиды мы наносим всегда, в любое время года, даже под открытым солнцем фоточувствительность кожи не усиливается. И, кстати, могу сказать, что этого флакончика хватает не на два раза, не на два раза эта ампула хватает, ее хватает раза на четыре, как минимум, потому что это кажется, что ее здесь очень мало. На самом деле ее очень много, и я использовала раза четыре, потому что за два раза я не могу, мне кажется, что я могу просто с ног до головы облиться этой ампулой. На самом деле, потому что достаточно такая плотная консистенция, какая-то такая, знаете, прям не совсем водичка, и ее получается очень много, когда наносишь. Все, вроде бы я уложилась, даже я уложилась в 40 минут, я очень рада, потому что обычно у меня не получается уложиться в 40 минут. Девчонки, я все рассказала, если у кого-то есть вопросы, еще есть 2,5 минуты, я буду рада ответить, если, может быть, что-то осталось, что я не осветила по активам на лето, как выбрать, что использовать, в какой последовательности. Но опять-таки, да, еще раз подчеркну, что мы оставляем свой комплексный уход, очищение, тонизирование, сыворотка, крем для кожи вокруг глаз, дневночный крем, мы просто между очищением и между сывороткой, ну или там либо тоником, да, между очищением с тоником и сывороткой мы вводим какой-то актив. Все активы вводятся между, перед сывороткой, сыворотку мы носим сверху, а потом уже крем, таким вот образом. То есть мы не наносим не на сыворотку, а на крем, но можно на эссенцию. То есть эссенцию мы наносим до актива, актив на эссенцию, но при этом нужно дать коже высохнуть, прям хорошо высохнуть, потому что эссенция более плотная, плотнее, чем тоник. И, соответственно, потом мы наносим актив, тот, который вы выбрали. Так, у меня все. Если есть какие-то вопросы, я готова даже ответить, потому что осталось время. Как это ни странно. У кого-нибудь есть вопросы? Витамин С, он мне здесь поможет или нет? Под глаза мы не наносим никакие активы. Никакой, да? Ну, он не совсем, но вот он чуть пониже вот здесь вот этой зоны, но вот он прям на уголочке. Вот где палец держишь, да, как раз вот здесь. Если здесь, то может помочь, а если вот тут, то мы не наносим активы под глаза. Ну, конечно же, вот он у меня. Ну, вот здесь вот может помочь. Витамин С, он постепенно укрепляет сосуды. Можно попробовать маску с неоциномидом. Можно попробовать. Можно маску с неоциномидом попробовать. Он тоже активно, хорошо, отлично укрепляет. Вот эта вот маска с неоциномидом, которая у нас... Она сейчас, кстати, в этом каталоге со скидкой идет. Можно ее взять, попробовать. И витамин С тоже можно попробовать, если не совсем прям на под глаз, а вот здесь вот где-то, то, да, постепенно укрепляет. Курс на месяц, и вот за месяц можно увидеть. Если прям сильно разрушены сосуды, конечно, это уже нет, но... Вообще, сколько я слышала... Так, отвечала на вопрос про сосуд с витамином С. Что витамин С укрепляет стенки сосудов. Но, конечно, если прям серьезное какое-то разрушение, да, если, конечно же, не уберет. Здесь нужно работать с косметологом, здесь нужно работать более серьезно. Все-таки у нас активы для домашнего использования, да, мы помним об этом, что для дома, если какие-то серьезные проблемы с кожей, конечно же, мы идем к косметологу, к дерматологу и решаем проблемы именно там. Мы активы не наносим под глаза, прям вот непосредственно вот сюда мы не наносим ничего, да, мы наносим вот таким вот образом. Потому что здесь кожа очень тонкая, здесь кожа очень чувствительная, и мы не берем активы сюда для того, чтобы не разрушить и без того тонкую, чувствительную кожу. Так, ну и раз вопросов нет, я завершаю прямой эфир. Я бы сейчас постараюсь сохранить. Эфир будет здесь, в IGTV и на YouTube. А я благодарю вас за внимание. Пишите свои вопросы, если у вас еще есть какие-то вопросы по продукции, по уходу, по использованию. Все-все-все-все, что вам интересно, вы можете писать под постом в комментариях. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok